Вологодские журналисты В этом году исполняется 70 лет со дня Великой Победы. И 9 мая здесь, на площади Революции, состоится большой праздничный концерт. И сегодня в нашей программе один из участников концерта – музыкант Сергей Непряхин. Сергей Непряхин, 48 лет. Закончил инженерно-физический факультет Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. После учебы вернулся в Вологду, работал инженером на оптико-механическом заводе, верстальщиком в городских газетах. Музыкой я начал заниматься в 8 классе. Нет, у меня было несколько подходов к музыке. Первый раз, значит, я когда был маленьким, дедушка подарил мне гитару. Бобровской фабрике были такие, на которых полстраны сломало пальцы. Вот. И я пошел на курсы обучения игры на гитаре, которые были в Дворце культуры железнодорожника. Я походил 3 месяца, выучил песню «Темная ночь». После этого гитару поставил в угол и забыл про все это на годы. Потому что вор, футбол, учеба и так, все другое. Потом друзья мои играли в группе «Тени». Но «Тени» это было такое что-то вообще недостижимое. Это такие были полупрофессионалы с хорошей базой. При фабрике «Прогресс» была такая мебельная фирма «Прогресс». И вот у них барабанчик шел в армию. И меня пригласили на кастинг, как это теперь называется. Вот. Я кастинг прошел и стал играть в «Тенях». То есть это был такой вообще карьера, карьера поперла. Вот. Мы играли на танцах в школах. Нам даже за какие-то денежки платили. Денежки отдавал маме. Потом еще один питерский приятель попросил меня тоже. Говорит, вот у меня такая мелодия. Здесь такая песенка. Говорит, а слов нет, можешь что-нибудь сочинить? Я говорю, ну давай попробуем. Ну тоже что-то сочинил по просьбе. А потом как-то что-то пошло потихоньку. Какие-то стихи начал писать. Ну тут, естественно, там любовь, там юность, большие чувства. Надо же как-то девушку было завоевывать. И вот я начал писать ей стихи. Спустя годы Сергей решил возродить группу «Тени» и собрал музыкантов. В новом составе группа выступает уже три года. Сны поменяли цвет. Ничего здесь нет такого. Девятого мая на площади Революции состоится большой праздничный концерт. Специально к этому дню Сергей Непряхин написал новую песню, с которой выступит перед Волокжанами. У меня воевали оба деда. Один прошел всю войну, а второй погиб в 43-м году. И я совершенно случайно, копаясь в интернете, попал на базу данных, мемориал, а в ней включены достоверные данные о всех, кто погиб в войну. И я в поисковике забил Иван Петрович Непряхин. Она мне дает ответ. Есть такое в базе данных. Я нажимаю кнопку мыши и попадаю на лист выписки из госпиталя умерших 29 марта 43-го года. И там мой дед Иван Петрович Непряхин, лейтенант, умер от ран в госпитале. Поселка глубокая Ростовская область. И меня это потрясло. Просто я ни один день ходил сам не свой, потому что это оказалось так все близко. И вот оно. Последние свидетели уходят, и надо нам, пока хватает сил, Запомнить правду о большом народе, который нам свободу сохранил. Запомнить правду смерти и спасения, ту правду, что в наследство дали нам, Чтобы однажды вечером весенним Все рассказать подросшим сыновьям. И стали меня мысли посещать, чтобы почти никого уже не осталось, да, из фронтовиков. И уже и фильмов уже новых, наверное, сняты столько же, сколько было снято там черно-белых фильмов о войне, Которые кажутся нам такими искренними, достоверными. И в голове стала крутиться мысль, что вот сейчас мы видим последних свидетелей победы. И получилась песня, которая так и называется «Последние свидетели победы». Вот. Кажется, она нравится людям. Вот. Спасибо. Я нынче выпил на могиле деда Холодного и чистого вина Так далека от нас теперь победа Но с каждым годом все важнее нам Так далека от нас теперь победа Но с каждым годом все важнее нам Субтитры подогнал «Симон»